Всем привет, друзья! Скорее всего, 100% из вас, кто смотрит это видео, по-любому пользовались SMS-сообщениями. И вы, кстати, знали, что эта технология появилась в 1982 году и на сегодня ей уже исполняется 37 лет, а расшифровывается она как Short Messaging Services, то есть сервис коротких сообщений, достаточно все просто и понятно. Сегодня, конечно, с появлением таких мессенджеров, как WhatsApp и Telegram, мы уже не пользуемся SMS-сообщениями настолько активно, как те же 5-10 лет назад, а их использование сегодня в основном продолжается для приема сообщений от банков и от других всевозможных учреждений, а также коты проверки, общения с курьерами и т.п. И сегодня у нас есть два пути развития — либо оставить все как есть, зачем что-то модернизировать, если оно прекрасно работает и в принципе никто не жалуется, либо мы делаем жесткий апгрейд технологии в соответствии с текущими трендами и большей функциональностью. В принципе, эта проблема по-хорошему уже решена компанией Apple — у них есть прекрасный сервис под названием iMessage, который работает как приемник SMS, когда нет интернет-соединения, а когда у вас есть подключение сети, iMessage превращается в мессенджер. И в тех же Соединенных Штатах iMessage занимает ощутимую долю рынка наравне с WhatsApp и мессенджер от Facebook. Но! Большое НО! У Apple доля рынка на самом деле не настолько велика, она равняется примерно 22% по всему миру. Окей, эти 22% могут пользоваться iMessage и его преимуществами, а что делать с остальными людьми, которые по каким-то причинам не могут позволить себе iPhone, либо просто не хотят им пользоваться. Доля Android на мировом рынке составляет более 75%, а число активных пользователей перевалило отметку в 2 миллиарда людей. Но здесь проблема заключается в том, что, во-первых, есть куча производительных смартфонов на Android, а также есть куча мобильных операторов по всему миру и с этим нужно было что-то делать. Так вот, еще в условно далеком 2007 году, а в этот год вышел первый iPhone, группа энтузиастов придумала новый протокол для обмена SMS сообщениями, а уже в 2008 году организация под названием GSMA, которая занимается стандартами мобильных связей, взяла их под контроль. А сам протокол назвали RCS или Rich Communication Services. В английском языке rich переводится как «богатый», но в данном случае правильнее было бы перевести как «расширенный серий связи», что-то типа того. Но, к сожалению, начиная с 2008 года все стояло на месте. Почему? Потому что для того, чтобы внедрить технологию массы, нужно договориться большинству операторов связей по всему миру, а также наладить отношения с производителями смартфонов, потому что для того, чтобы новый протокол работал на этих смартфонах, необходимо определенное ПО. Операторы мобильной связи как-то бы между собой смогли договориться, а вот что делать с производителями устройств непонятно, потому что каждый производитель устройств хочет пихать свое приложение, и поэтому с ними договориться было бы намного сложнее, и в этом заключался главный геморрой. Но все изменилось, это произошло не одномоментно, а все-таки постепенно. Большинство должно знать, что Google вот уже практически на протяжении десятка лет пытается создать свой мировой мессенджер, но все у них как-то не задавалось. В итоге последней попыткой для компании Google стал мессенджер со странным названием «Алло», который был закрыт вот буквально в марте 2019 года. У меня, кстати, есть ролик про 50 закрытых проектов Google. Если вам эта тема интересна, то ролик выскочит в правом верхнем углу, а также ссылка на него будет в описании. Так вот, возвращаемся к теме. Когда Google поняли, что «Алло» не взлетел, как они хотели, они сели за стол и подумали, так, что же нам сделать и как же нам захватить этот рынок. И они вспомнили, что у них оказывается есть популярное мобильное приложение Android Messages для обмена SMS сообщениями, которое сейчас, кстати, называется просто Messages или сообщения по русски, а также тут им на ушко шепнул, что есть такой протокол RCS. В итоге все карты как-то вот так вот сошлись, и сейчас я вам расскажу, что нас ожидает в ближайшем будущем. Короче, что решили сделать в Google. Так как у них есть непосредственная связь с производителями Android-устройств, а также у них есть контакты с операторами мобильной связи, то они решили стать таким неким промежуточным звеном между первыми и вторыми во всей этой большой затее. Google продвигает свое мобильное приложение с протоколом RCS сообщений, а также с Google-ассистентом среди производителей устройств, а также интегрирует протоколы CRS в сторонние приложения, например, сообщения Samsung. А операторы связи и бизнес получают дополнительные возможности по взаимодействию с пользователями. Я до сих пор не рассказывал, в чем же основные преимущества RCS перед обычными SMS-сообщениями. Так вот, после большой достаточно вступительный счасик, где я попытался объяснить, почему компания Google пришла именно к этому решению, давайте рассмотрим RCS поподробнее. Итак, первый неочевидный момент — нужен ли RCS интернет или не нужен. Потому что типа в чем прикол, у меня же когда есть интернет-соединение, почему я не могу спокойно пользоваться мессенджерами? Нафига мне этот RCS непонятно издался? Смотрите, чисто физически реализовать высокую скорость передачи данных через старый протокол SMS попросту невозможно. Поэтому RCS основан на IP, то есть ему для работы нужно интернет-соединение, собственно, как и iMessage. Поэтому, когда у вас есть интернет-соединение, вы больше не будете получать SMS-ки через старый протокол SMS, а будете получать их через RCS. То есть нет интернета — SMS, есть интернет — RCS. Это понятно. Что нам это дает? Смотрите, если у вас нет интернет-соединения, но, например, есть Wi-Fi-соединение в метро, поезде или даже в самолете, то вы сможете принимать SMS-ки от тех же самых банков, коды, подтверждения и вообще всего того, что вам отправляют SMS, но получать их будете не через мобильную связь, а через интернет. То есть вам больше не придется ждать появления мобильной связи, чтобы получить SMS-ки о том, что вам, например, звонило три человека и вы не смогли взять от них трубку. Вы это и так узнаете сразу, главное, чтобы просто был интернет. Также будет стерта граница между телефоном и компьютером, как у той же Apple. Microsoft также писали свою всю эту авантюру и вместе с Google они реализуют возможность получения SMS-сообщений на компьютере без необходимости тянуться к телефону. Согласитесь, это удобно. А если у вас не Windows, а, например, Linux или Chromebook, или вы все-таки на Windows, но за рабочим компьютером и не хотите подключать свой личный аккаунт Microsoft к этому компьютеру, то реализована возможность получать SMS-сообщения через любой браузер. Просто коннектите браузер с приложением сообщения от Google и ведете переписку оттуда все очень просто. Но на обычных сообщениях это понятное дело не заканчивается. С помощью RCS можно отправлять фотографии, видео, аудио сообщения, геопозицию, документы, в общем, все то, что мы уже давно привыкли в обычных мессенджерах. А дальше начинается самое интересное, это то, чего нет ни у одного самого крутого мессенджера. Во-первых, это интеграция сообщений и Google Ассистента. Например, вы общаетесь с другом на счет того, куда бы пойти сегодня вечером, и у вас появляется интерактивный окно с подсказкой от Ассистента с выбором кафе и ресторанов, которые находятся рядом с вами. Вы сразу можете поделиться этим с другом, не переходя в карты, а сделать все в одном приложении. И это только один кейс использования. А теперь вспомните все сервисы Google, их просто куча на самом деле, и практически все они уже интегрированы с Google Ассистентом, а Google Ассистенту-то на самом деле всего пару-тройка лет. В этом и заключается одна из главных задач Google во всей этой затее, то есть продвижение своих сервисов. Но также RCS создает выгоду и для бизнеса. Например, вы говорите тому же Google Ассистенту – купи билеты на Мстителей в финал. Тебе показывается выбор кинотеатров, ты выбираешь нужный тебе, а также время сеанса. Сразу же приходит смс-ка от того кинотеатра с выбором места, ты его выбираешь, оплачиваешь и прямо в приложении тебе уже присылается билет. Заметьте, вам нужно было всего лишь вызвать Google Ассистента, а потом вы уже все остальные действия произвели в одном конкретном приложении – это сообщение. И похожих всевозможных сценариев здесь просто тысячи и миллионы. Ваш номер знает Google, а если его знает Google, то его знают его бизнес-партнеры. И считайте, что у вас за спиной стоят тысячи ботов от всевозможных бизнесов, и они придут в любой момент, только когда вы это попросите. А в обычных мессенджерах какой сценарий? Вам сначала нужно найти необходимого бота, а потом вы уже начинаете с ним общаться. А в RCS от Google немного другой сценарий – этот шаг попросту отсутствует, вы просто зовете необходимого бота и он сам к вам приходит. Ну и в конце самый главный плюс – не столько для нас пользователей, сколько для компании Google. Смотрите, в самом начале видео я сказал, что уже сегодня активных пользователей Android больше 2 миллиардов человек по всему миру, а также то, что в США iMessage является одним из самых популярных мессенджеров наравне с WhatsApp. Нет, это не значит, что приложение «Сообщение от Google» сразу станет главным мессенджером для этих 2 миллиардов человек. Почему iMessage имеет такую дикую популярность в США? Потому что для людей это был их первый мессенджер. А как вы знаете, на земле живет далеко не 2,5 миллиарда человек, которые уже пользуются смартфонами, а для остального человечества, у которых таких прошаренных устройств нет, их первым смартфоном, скорее всего, будет Android-смартфон. А что там будет установлено в качестве мессенджера по умолчанию? Бинго! Google сообщения. Таким образом, через условные 10 лет Google будет иметь просто огромную базу новых пользователей, которые будут пользоваться именно Google сообщениями как основным мессенджером, и тем самым Google будет приучать их своим сервисам. Такой вот хитрый план от Google. Получится у них? Ну, я не знаю. Как я сказал, у меня есть видео про 50 закрытых проектов Google. Проект на самом деле очень амбициозный, требующий огромного количества участников, которые должны действовать слаженно. И, конечно же, что-то может пойти не так, как хотелось бы. Но лично я надеюсь, что у Google с партнерами все обязательно получится. Главный вопрос — когда все это будет? На самом деле это уже начинает работать в тех же Штатах. Сейчас вы видите список операторов, которые подтвердили свое участие по всему миру. Среди них есть МТС, Мегафон, Билайн и Теле 2. Так что вопрос реализации RCS в России — это прежде всего вопрос времени. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось и вы действительно узнали что-то новое. Поэтому подписывайтесь на этот канал, если вы еще не подписаны. Ну и, как обычно, увидимся в следующих видео. Большой всем удачи! Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok